В аварийном здании начнут учебный год более 260 школьников поселка Аман-Харагай Костанайской области. Строить новую школу в селе начали месяц назад. Сдача объекта запланирована на следующий год. До этого времени дети будут вынуждены заниматься далеко не в самых комфортабельных условиях. Без воды и единственным санузлом. Репортаж Натальи Строковой. Этому зданию, которое приспособили под школу с государственным языком обучения, более полувека. Два года назад строение признали аварийным. Пока готовились смета и проект, занятия здесь не прекращались. В прошлом учебном году в сильные морозы очень холодно было в классах. Систему отопления полностью нужно менять. Другая проблема – это вода. В здании ее вообще нет. К тому же все удобства у нас на улице. Внутри школы один санузел. Это почти на 300 человек вместе с детьми и учителями. Маленькие классы и потолок, который начал сыпаться на голову, родители пугают. Но переводить детей из этой школы в другую они не хотят. Причины у всех разные. Здесь у нас был обвал потолка в спортзале. Еще год учиться. Конечно, страшно. Возить в район очень далеко. Три километра район от нас находится. Это, естественно, мне ее отвезти, привезти, кружки. И время. Это я должна сидеть дома, не работать. Школу взамен аварийной начали возводить месяц назад. Проект на миллиард 200 миллионов тенге финансирует республиканский бюджет. Строительство школы рассчитано на 8 месяцев. Сейчас здесь укладывают фундамент. А до наступления холодов планируют поднять стены и сделать кровлю. Всего же в учебном заведении будет 23 современных кабинета. С учетом притока населения в поселок, учебное заведение рассчитано на 320 человек. Язык обучения останется прежней, государственной. Отличаться от всех остальных школ района новое будет дизайном и спортивными сооружениями. Предусмотрено большое спортивное ядро, футбольным полем. Будет стартановое покрытие, беговая дорожка. Размерами 36 на 18. Большой спортивный зал будет для этой данной школы. Финансирование капитальных ремонтов школ в этом году в регионе увеличилось в три раза и превысило 2,5 миллиарда тенге. На эти деньги реконструкцию проведут в 20 учебных заведениях. Наталья Строкова, Сергей Трофтенберг, Кустанайская область, Хабар-24.